Собаки известны своим преданным характером и прекрасными навыками к защите и охране. При должной дрессировке эти четырехлапые могут стать отличными друзьями и незаменимыми помощниками. Однако при ее отсутствии милые щенки вырастают и становятся крайне агрессивными и опасными животными. Сегодня мы подготовили для вас большую подборку о тех собаках, которые могут одолеть даже леопарда. Если вы когда-нибудь решитесь завести себе одну из тех пород, что будут в видео, то, надеемся, вы подумаете трижды, ведь некоторые страны даже запретили их. Давайте без лишних слов приступим к просмотру, но перед началом не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Приятного просмотра! Начнем подборку с одной из самых известных пород – ротвеллер. Эти собаки внушают самый настоящий страх и знаменитый пугающий репутации безжалостных охотников. У ротвеллеров хорошо развитая мускулатура, мощные челюсти и поистине внушающий вес. Это делает их идеальной бойцовской породой. Если говорить об особенностях характера этих собак, то стоит отметить исключительную выносливость, развитый интеллект, упрямство и то, что они в каждом незнакомце видят угрозу. А также нельзя не упомянуть об их смелости, которая позволяет им быть лучшими телохранителями, которые жизнь положат на защиту своих людей, конечно, при должной дрессировке. Ротвеллеры – доминанты по своей природе, и это выражается как в отношении к людям, так и к другим животным. Они, в принципе, не умеют быть вторыми. Дурная слава безжалостной и крайне опасной собаки будто бы тенью сопровождают всех питбулей. И это, скажу я вам, не просто так. Эта порода изначально была выведена для охоты на больших животных и для защиты от опасных диких зверей. Питбули, как вы видите, очень мускулисты, и, что интересно, даже не имеют унцию жира, а значит, являются чистой мышцей на четырёх лапах. Тут им, конечно, можно позавидовать – 0% жира. Но знаете, в чём конкретный парадокс? Несмотря на нестабильное, зло и опасное поведение, питбуль считается хорошей няней для детей, особенно дошкольного возраста. На сегодняшний день нет ни единого зарегистрированного случая нападения питбуля на ребёнка. Бурбуль – одна из самых роковых пород собак в мире, изначально выведенная для стражи рабов и преступников. В большинстве своём это враждебные и крепкие бойцы, которые при долгой и качественной дрессировке беспрекословно выполняют все приказы хозяина. Что интересно, Бурбуль – отличный психологи и умеют считывать эмоции хозяина, которому достаточно лишь немного выразить недовольство, как собака уже бросится решать проблему. Важно также заметить, что эта порода безоговорочно одна из лидирующих в нашей подборке. Ведь способность нападать на крупных хищников и, естественно, одолевать их у неё действительно развита. Аргентинский док – белая, мускулистая, староживая собака. Представители породы отличаются выносливостью и смелостью, но в то же время таят в себе скрытую агрессию. Эти собаки никогда не отступают назад. Даже перед более сильным и большим соперником бесстрашно идут до конца, будь то вооружённый человек или опасное животное. Что же со скрытой агрессией спросите вы? Ведь как ни крути, а аргентинские доги всё-таки верные и любящие. Тут всё просто. Пока вы уделяете им достаточно внимания, они на вашей стороне. Но если вдруг они начнут замечать, что вы сделали центром своей жизни кого-то другого, то начнут копить обиду, которая в самый неподходящий момент вырвется наружу. И хорошо, если под гневную раздачу разъярённого пса не попадут ваши дети. Каникорса – легендарная порода. Предков этих собак ещё римская армия использовала в войнах. Может, благодаря старинности рода они обладают видимым благородством, преданностью и бесстрашием. И напоследок, ну вы только посмотрите на этого опасного пса. У меня даже через экран кровь стынет в жилах. А у вас? Тоса – редкая и очень опасная японская бойцовская порода собак. На сегодняшний день она запрещена во многих странах по причине большого количества нападений на людей. Тут дело в том, что, как я уже говорил, это бойцовская собака. И потому в её понимании мира, смыслом жизни являются батлы со всевозможными соперниками. Внешний вид реальной угрозы на четырёх лапах очень мощный. Развитая мускулатура, массивные части тела и компактное телосложение. Характер, как вы уже поняли, бойцовский, агрессивный и безжалостный. Это животное совершенно не имеет чувства границ и не останавливается на полпути. А также считается самой конфликтной породой. Пресса-канарио – порода, выведенная около 200 лет назад для участия в собачьих боях без правил. Пресса-канарио – это симбиоз самых непобедимых и агрессивных, из тогда известных пород бойцовских собак. Высота собаки превышает 60 сантиметров, а вес достигает 50 килограмм. Этот мощный пёс обладает хорошо развитым костно-мышечным каркасом и благодаря маленькому размеру отличается проворностью. Что касается характера, то он агрессивный, сильный и даже безжалостный. От хозяина этот питомец будет ожидать крепкого внутреннего стержня и не абы какой уверенности, а иначе канарская собака попросту не воспримет человека всерьёз. Подытожим, пресса-канарио практически не поддаётся дрессировке, не умеет контролировать гнев и агрессию, а в драке не остановится, пока не доведёт дело до конца. Будь то другой пёс, леопард или даже человек. Немецкая овчарка – порода, возникшая в 19 веке путём скрещивания волка и пастушьей собаки. Это крупная собака с массивным, мускулистым телосложением, объёмной грудной клеткой и мощной длинной шеей. Да, на самом деле тут и описывать не нужно, ведь всем и так знакома эта порода, которая своего рода является эталоном идеального пса. И хочу заметить заслуженно. Развитый интеллект, исключительная привязанность, наличие эмоций, послушный хозяин и в то же время дерзкий, наглый и агрессивный пёс по отношению к диким зверям и врагам, а также очень работящий. И снова же, разве может быть всё так хорошо? Конечно же нет. Огромный минус породы – слабое здоровье. Особенно плохо работает ЖКТ, а это сильно осложняет её содержание. Тибетский мастиф – удивительная порода собак, внешне напоминающая льва. Но, к слову, не только внешне. По своему характеру эти мастифы горой стоят за своих и очень агрессивны и категоричны по отношению к чужим. Массивное тело, мощный корпус, широкая морда и сильные челюсти. Что касается габаритов, то взрослый мастиф весит от 80 килограмм при росте до 100 сантиметров. В случае тибетского мастифа очень хорошо работает правило – что посеешь, что и пожнёшь. Тот, кто греет и кормит, эти собаки чуть ли не боготворят и готовы свою жизнь положить на их защиту. Но если же тибетский мастиф почувствует угрозу или начнёт замечать пренебрежительные отношения, то без разбора агрессивный безжалостно бросится атаковать. В драке, учитывая всё вышеперечисленное, равных разгневанному тибетскому мастифу практически нет. Грейддейн или немецкий док – великан в мире собак, который может похвастаться сдержанностью и уравновешенностью. Грейддейн изначально была выведена для охоты, в частности на кабанов. Сила, скорость и размер идеально подходят для этой задачи. Но, как известно, подобным набором качеств обладают многие собаки. Так что на фоне остальных эту породу выделяет послушный, а скорее даже покорный характер. Собственно, благодаря этой приятной особенности немецкий док просто в дрессировке. Но не может быть всё так хорошо, скажете вы, и будете правы. Ложка дёгтя тут действительно есть. Грейддейн неуклюж и по неосторожности может задавить человека и нанести серьёзные травмы. Родезийский риджбек – порода также известна как африканская львовая гончия. Выведена как охотничья собака для преследования крупных диких животных, в том числе и на диких кошек, таких как львы, тигры или гепарды. К особенностям стоит отнести хорошую сопротивляемость экстремальным температурам, особенно по шкале вверх, выносливость и способность выживать практически без воды. Телосложение у риджбека мускулистое, с хорошо прорисованными мышцами и с минимальным процентом жира. Эта порода активная и очень жизненная. Да, эти собаки действительно любят жить активную и полноценную жизнь. А энергии на это у них хоть отбавляй. Доберман Пинчер – чуть ли не самая известная порода собак. В первую очередь, благодаря криминальным триллерам. При первом же упоминании Добермана перед глазами возникают кадры, где важный и опасный человек идёт в сопровождении гордого пса. Это всё не просто так, ведь Добермана – самая умная собака в мире. Эти псы умеют точно отделить людей на своих и чужих, и безоговорочно выполняют команды хозяев. Если вы ещё не испугались, то стоит. Их укус может переломить человеческую кость. Их скорость развивается до 60 км в час. А об их бесстрашии можно слагать легенды. Так что хозяева Добермана могут чувствовать себя в полной безопасности. А вот их враги? Ну, лучше с этой собакой не встречаться. А то этот пёс, не зная чувства меры, и уж поверьте, не остановится, не закончив начатое. Неаполитанский мастиф – это, по сути, непобедимый пёс. Ну или, по крайней мере, с такой репутацией. Он выходит победителем из схваток с дикими зверями и без проблем одолевает боевых собак. Неаполитанский мастиф может похвастаться огромной силой, которую при серьёзной дрессировке хозяину собаки возможно удержать под контролем. Однако зачастую собака всё-таки выходит из-под контроля и проявляет нежелательную агрессию даже по отношению к своим людям. Порода сама по себе одна из древнейших. Зоологи считают, что своё начало она берёт ещё в бронзовом веке. Что касается особенностей, то это короткая шерсть. Конечности достаточно длинные, грудная клетка массивная. Из минусов – небольшая продолжительность жизни – до 8 лет. Буликута или пакистанский мастиф – это самая настоящая собака-хулиган. Её ещё называют зверь с Востока. Такое прозвище уже даже звучит пугающе, согласитесь? Характер этого хулигана злой, агрессивный и слишком неуравновешенный. Он крайне опасен для всех, в том числе и для своего хозяина. А всё благодаря доминирующему поведению, а также размеру и мощи своих мышц. Не зря пакистанский мастиф – одна из четырёх самых сильных и опасных пород в мире. Да-да, её считают настоящей угрозой и даже запретили почти во всех цивилизованных странах мира. Но это не остановило тех, кто незаконно разводит её в Пакистане для участия в запрещенных собачьих боях без правил. Ирландские волкодавы чрезвычайно высоки и очень интеллектуально развиты. Первоначально эту породу выводили, чтобы стаскивать людей с лошадей и колесниц в бою. То есть, как вы поняли, для агрессивных и совсем негуманных целей. Однако волкодавы оказались слишком дружелюбными по отношению к людям и хорошо проявили себя в борьбе с дикими животными, в том числе и с волками. Поэтому сегодня эта порода пользуется спросом у семей с детьми и активным образом жизни. Ирландцы хорошо ладят со всеми членами семейства, в том числе и с домашними животными. Но в то же время их рост в 90 см и вес, стартующий от 50 кг, позволяет им защищать своих людей и отпугивать недоброжелателей. Бразильский мастиф или фила – пёс с древними корнями, берущими своё начало аж в 15 веке. Ещё с тех самых времён будто бы на генетическом уровне этой породе передаётся навык смертельной схватки. Эти собаки могут хватать жертву мёртвой хваткой и удерживать до прибытия хозяина, не давая даже малейшего шанса жертве на спасение. Если вы думаете, что речь идёт лишь о животных, то ошибаетесь, ведь изначально бразильского мастифа использовали для поимки беглых рабов. В повседневной же жизни эти собаки флегматичны и медлительны, не восторгаются игривости и активности, а предпочитают просто спать или нежиться на солнышке. Бендог – порода собак, выведенная путём скрещивания самых удачных пород мастифов. Бендоги популярны у пожарной и охранной службах. А всё потому, что они отличаются молчаливостью, чёткостью, силой и послушанием. Но в то же время крайне смертоносные и могут дать достойный отпор даже мощному хищнику в случае чего. В чём же смертоносность? Она никогда не предупреждает лайм о нападении, просто кидаются. Пугающе, не правда ли? А на этом всё, спасибо за просмотр, ждём вас для дальнейшего обсуждения оговорённых пород в комментариях.